К другим событиям. Проблемы развития особо охраняемых природных территорий, а также организации экологического туризма обсудили в Твери на округлом столе. Его организатором выступила общественная палата Верхневолжья. Однако среди участников были и представители региональных министерств и природоохранной прокуратуры, а также научного сообщества. По количеству особо охраняемых природных зон Тверской области очень повезло. Их у нас почти тысяча. Они играют огромную роль в сохранении экологического баланса не только Верхневолжья, но и всей европейской части нашей страны. Теперь пришло время по-другому посмотреть на цели создания и функционирования этих территорий. То есть, если изначально целью их создания было сохранение каких-то уникальных природных объектов и комплексов, то сейчас добавилась ещё одна важная составляющая часть. Это их использование в качестве потенциала для развития экологического туризма. Благодаря этому может повыситься туристическая привлекательность нашей области, у которой появится ещё одна визитная карточка. Нельзя сказать, что в регионе ничего не делается для развития экологического туризма в особо охраняемых природных территориях. У нас уже есть положительный пример. Центральный лесной государственный биосферный заповедник, где созданы экологические тропы. И, соответственно, это направленный поток туристов, которые, предварительно записавшись, проходят по экологической тропе и видят нетронутую природу. Это вариант экологического туризма. Этому примеру должны последовать и другие муниципалитеты. И тут им придётся решить, казалось бы, противоречивую задачу. Ведь, с одной стороны, надо обеспечить массовый доступ туда людей. Но, с другой, минимизировать экологический ущерб. В итоге нередко звучат радикальные идеи. Закрыть для посещения особо охраняемые природные территории вовсе. Существует миф экологического туризма, что лучше всё запретить и никакого воздействия на природные комплексы не будет. На самом деле неверно. Люди, если интересуются, им интересно это место, они будут нарушать режим природоохранной территории. И тем самым носить ещё больший вред природным комплексам. Поэтому наша задача как раз создать условия, чтобы люди, интересующиеся природными комплексами, могли как можно больше узнать о данной природной территории. Но при этом снизить негативное воздействие от посещения особо охраняемых природных территорий. Поэтому решение проблемы – это проложить тропы по таким территориям, расставить мусорные контейнеры, туалеты, построить небольшие отели, чтобы люди могли передохнуть. Понятно, что на всё это нужны деньги. На помощь здесь может прийти бизнес, которому нужно создать выгодные условия для работы. Но при этом же и строго следить за соблюдением коммерсантами всех экологических требований. Продолжение следует...